МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит радио «Свобода». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это пи***ц. Может, просто нету полу улицы. Взрыв авиабомбы в центре Белгорода. Как это было и что произошло? Комментарий эксперта. Российская пропаганда не упускает возможности исказить информацию, которая является правдой, чтобы это было выгодно для них. Настоящая история Филиппа Головни, похищенного из Украины и усыновленного Марией Львовой-Беловой. Нам кажется, важно показать, что такое количество людей уже погибло на данный момент в этой войне. Журналисты установили имена уже 142 мобилизованных, погибших в результате украинского удара по Макеевке. Я бы не сказал, что Россия участвует в этой гонке. Это гонка между США и Китаем. Запуск космического корабля «Старший». Почему Россия выпала из космической гонки между США и Китаем? У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете ежедневный информационный подкаст «Время свободы». Сегодня пятница, 21 апреля. Здравствуйте. В четверг вечером в центре Белгорода произошел взрыв, после которого образовалась воронка радиусом 20 метров. Довольно быстро Минобороны России объяснила. При выполнении полета самолета Су-34 военно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Губернатор области сообщил о двух пострадавших и многочисленных повреждениях жилых строений и машин. На видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, видно, как бомба падает, заглубляется, а через 15 секунд из-под земли врывается огонь, разбрасывая все вокруг, включая припаркованный автомобиль, который взлетает на уровень девятого этажа и падает на козырек находящегося рядом магазина «Пятерочка». Вот реакция одного из очевидцев в первые минуты после взрыва. Это пи***ц. Может, просто нету полу улицы. Охренеть. Там, короче, метра по три, наверное, бордюры валяются. Трэш. Эксперты считают, что нештатно сошедшим боеприпасом, по всей видимости, была авиационная бомба типа ФАБ-500. В последнее время Россия все чаще использует их для атак целей в Украине, оснащая эти разрушительные снаряды кустарными системами наведения по GPS. Получается своего рода аналог американской планирующей авиабомбы JADM. Оставим за скобками многочисленные появившиеся в соцсетях шутки о бомбежках Воронежа. И послушаем, что говорит об этом инциденте независимый военный эксперт Юрий Федоров, с которым я побеседовал утром в пятницу. Министерство обороны официально подтвердило, что произошел, как они сказали, незапланированный сход боеприпаса с боевого самолета Су-34. На Су-34 это истребитель-бомбардировщик, который, помимо всего прочего, предназначен для нанесения ударов по наземным средствам и скоплениям войск противника. Что это за боеприпас? Очень похоже, что это планирующая авиабомба. Это попытка России создать, разработать и использовать против Украины, ну и вообще против любого противника. Боеприпасы аналогичные тому, которые были созданы в Соединенных Штатах Америки довольно давно. Но смысл этих боеприпасов очень прост. К авиационным бомбам приделать некие крылышки, которые раскрываются в момент отделения бомбы от самолета, и снабдить этот боеприпас системой спутникового наведения. Россия пыталась или пытается сделать аналогичный боеприпас. Для этого есть масса оснований. Прежде всего, нежелание или опасение российских военных летчиков и их командования относительно захода в зону поражения украинскими ПВО. И поскольку ПВО Украины достаточно эффективны, несмотря на нехватку зенитных управляемых ракет, скажем так, потери самолетов российских и особенно боевых экипажей, умеющих вести боевые действия, воздушный бой, это летчики крайне высокой квалификации, их не так много. И потери, которые Россия понесла именно в этом отношении, они весьма для нее болезненные. Поэтому для России вот такие планирующие боеприпасы, дальность действия которых может быть там несколько десятков километров, ну, видимо, примерно там 30-40 километров, так можем судить, потому что дальность действия зависит, помимо всего прочего, от скорости самолета и от высоты, на которой самолет сбрасывает этот боеприпас. Чем дальше от поверхности земли находится самолет в момент сброса, тем дальше этот боеприпас летит. Проблема заключается в том, что у России большие сложности в создании и разработке и производстве систем наведения. Не столько этих крылышек, это, в общем, не такая уж хитрая вещь, а вот системы наведения, да, здесь существуют большие сложности, потому что Россия, в общем, отстает и в создании компьютерных систем, и в разработке микроэлектронных компонентов. В какой мере эти планирующие авиабомбы опасны для Украины? Опасны, конечно, но, во-первых, нужно иметь в виду, что их у России немного. Видимо, речь идет все-таки о десятках единиц, не о сотнях. Во-вторых, дальность действия этих боеприпасов, как я уже сказал, не более 40 километров, все-таки ограничивает их зону поражения ими вот примерно 40-километровой, может быть, меньше, полосой вдоль линии соприкосновения или российско-украинской границы. О взрыве авиабомбы в Воронеже говорил военный эксперт Юрий Федоров. Вы слушаете подкаст «Время свободы», с вами Марк Крутов. В украинских новостях рядом с его именем всегда идет упоминание о Мариуполе, уполномоченной по правам детей в России Марии Львовой-Беловой, похищении и международном уголовном суде в Гааге. В российских вместо Гааги и похищения говорят о брошенном сироте и обретенном счастливом опекунстве. Филипп Головня – 17-летний подросток из оккупированного Мариуполя, которого весной 2022 года принудительно вывезли на территорию России. Депортация его и других украинских детей стала причиной выдачи международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Львовой-Беловой и Владимира Путина. Расследовательский проект схемы украинской службы «Радио Свобода» нашел людей, знавших прежнюю семью Филиппа Головни. Их рассказы, а также другие свидетельства, опровергают версию российской пропаганды о том, как Головня попал в новую страну и в новую семью. Собственно, заподозрить, что что-то с этой историей не так, можно и по словам самой Львовой-Беловой. Вот что она рассказывала о своем новом приемном сыне несколько недель назад на пресс-конференции. Конечно, я не могу сказать, что все проходит гладко, что все проходит без каких-то там трудностей. Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит «съем москаленка». Но я понимаю, что это связано не с ним, а это связано с той пропагандой, восьмилетней, которая была на территории Мариуполя, антироссийской пропагандой. Этим утром я поговорил с одним из авторов расследования схем о Филиппе Головне журналистом украинской службы «Радио Свобода» Кириллом Овсяным. Чем настоящая история Филиппа Головне, которую вам удалось узнать, отличается от версии российской пропаганды о том, что его опекуны якобы выкинули его из дома после начала полномасштабного вторжения России в Украину, как-то плохо к нему относились, и Мария Львова-Белова его таким образом спасла, что называется. Российская пропаганда, как и прежде, не упускает возможности сказать информацию, которая является правдой так, чтобы это было выгодно для них. Мы смогли связаться с его близкими и знакомыми, и чтобы выяснить, как все было на самом деле, собственно. Потому что во время войны странно слышать такую историю про то, что ребенка выгоняют на улицу. Первое, что мы, в принципе, сразу почти выяснили, это то, что, в отличие от версии российской пропаганды, Филипп выехал, как минимум, не в марте, а в апреле 22-го года. И вот почему это важно. Я смог выяснить адрес Филиппа в Мариуполе. Это улица Зелинского, 30. Она находится в Приморском районе, и он примерно с 18-20 чисел марта уже очень плотно обстреливался российской армией. С помощью спутниковых снимков Planet Labs смог подтвердить, что как минимум 28 марта его дом уже был разрушен частично. Мы смогли связаться с некоторыми из его соседей. Они рассказали, что дом обстреляли конкретно в 20-х числах. После чего в доме уже никто не жил, а большинство людей прятались по подвалам соседних домов. То есть то, что его могли выгнать из дома, который уже был разрушен, уже вызывает какие-то сомнения. Мы также поговорили с учительницей Филиппа. В ее обязанности входило то, что она проведала мальчика, так как он жил с опекунами. Она составляла там соответствующий опекунский лист, проверяла, все ли у него нормально, как он живет. Она нам рассказала, что в последние годы опекуны Филиппа всегда приходили на родительские собрания. Мальчик всегда был чисто одет, опрятный, не голодал. Все у него было прекрасно, учился со средней успеваемостью. И никаких нареканий на действия опекунов у нее тоже не было. То же самое, в принципе, и соседи нам рассказали, которые сказали, что никаких жалоб на них, как на соседей неблагополучных или что-то такое тоже не было. Ну и мы связались с братом, его опекуна Сергея, с Виталием. Он мне тоже рассказал, что вряд ли опекуны обрадовались тому, что мальчик вывезли в Россию. И что отношения у них были в целом хорошие. Конечно, Филипп подросток, но такого, чтобы выгнать из дома, такого произойти, по его словам, не могло. Понятно ли обстоятельства того, как Филипп попал из Мариуполя в Россию? Мы смогли установить то, что он пошел к супермаркету метро, возле которого в тот момент раздавали гуманитарную помощь. Какие именно обстоятельства там произошли, неизвестно. Но там были МЧСники российские. И именно они вывезли его сначала в ДНР, так называемую. И по словам уже самого мальчика в видеопропагандистов Тарьграда, он там находился в какой-то больнице сначала. Мы смогли установить какая-то больница. Это одна из центральных больниц. ДНР туда свозили и беременных с Мариуполя, которые попадали под оккупацию, и детей. А в дальнейшем он попал в так называемый социальный центр, в так называемом ДНР. И уже оттуда их по официальному так называемому документу отправили из ДНР в Москву вместе с другими детьми. История Филиппа Головне, очевидно, не уникальна. Мы знаем и о других таких случаях. Сколько всего вообще украинских детей, по данным украинских властей, были незаконно вывезены из Украины? И какие украинские ведомства расследуют эти случаи? Многих ли удалось вернуть обратно? На данный момент удалось вернуть всего 328 украинских детей. Эта цифра на самом деле очень маленькая, потому что только по официальным данным наших органов было вывезено более 19 тысяч украинских детей, хотя эксперты, источники, они называют цифры гораздо выше, ближе к тем, которые как раз транслируются на российских пропагандистских каналах. Это сотни тысяч детей, которые были вывезены на территорию России с оккупированных территорий Украины. Этим сейчас занимается наш омбудсмен Дмитрий Лубинец, и его офис занимается офис генерального прокурора Украины, именно Департамент по защите прав детей и по противодействию насилию. Они принимают жалобы от родителей и пытаются им как-то помочь вывезти из России этих детей и вернуть их в семьи на территорию Украины или на территории стран Европейского Союза. Журналист украинской службы радиосвободы Кирилл Овсяный о расследовании, которое разоблачает ложь российской пропаганды об украинском подростке Филиппе Головне, который был незаконно вывезен из Мариуполя и усыновлен уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой Беловой. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Продолжаем наш выпуск за 21 апреля 2023 года. Как минимум 21 мобилизованного из Самарской области все еще ищут их родные, в том числе в соцсетях. Все они были в здании ПТУ в городе Макеевка на оккупированной части Донецкой области Украины 1 января 2023 года, когда по нему был нанесен удар из ракетной установки «Хаймарс». Журналисты сайта «Идель Реали» установили имена уже 142 солдат, погибших в тот день. О том, как власти и Минобороны пытаются скрыть реальное число жертв удара по Макеевке, мне рассказала журналистка «Идель Реали» Регина Хисамова. Регина, весь этот год вы и ваши коллеги устанавливаете личности российских мобилизованных солдат, погибших 1 января при ударе по общежитию в Макеевке. Большинство из них были из Самарской области. Скольких вам удалось идентифицировать и как вы это делаете? На данный момент мы смогли установить 142 человека. Это при условии, что Минобороны заявляло 89 погибших. Как мы это делаем? Мы проверяем соцсети, находим микрологии и пытаемся найти подтверждение того, что эти люди погибли именно в Макеевке. Аналогичные подсчеты, насколько я знаю, ведут и другие СМИ, например, BBC и Медиазона. Сверяете ли вы свои данные? Совпадают ли они? Да, мы проверяем свои подсчеты. Иногда совпадают. Ну, то есть большая часть совпадает в любом случае. Однако у нас есть несколько людей, которых нет у них. У них есть несколько людей, которых нет у нас. Просто я предполагаю, что у нас несколько разные методики подсчетов. И я не знаю, какие у них. Просто знаю, что, например, мы не вносим некоторых людей, которые есть в их списке, потому что мы не можем найти подтверждение, что они погибли именно там. Насколько вообще эта история является обсуждаемой в Самарской области сейчас? Прошло уже довольно много времени после удара, но число погибших растет и можно предположить, что будет расти и дальше. Называются цифры. И в 200 человек, которые могли погибнуть, и даже больше. Это вполне себе обсуждаемо. Кроме того, родственники очень активны в чатах, но чаты закрытые. И если туда даже попасть, то как бы с ними невозможно поговорить. Мы на протяжении вот уже трех месяцев пытаемся разговаривать с родственниками разных погибших, в первую очередь, конечно. Не все готовы разговаривать. Те, кто готов разговаривать, они просто говорят, что им уже нечего терять. У них как бы не осталось мужчин призывного возраста в семьях, поэтому они соглашаются. Соглашаются все анонимно, безусловно. Но как бы есть те люди, которые готовы поговорить, но они не то чтобы сильно винят, например, власти региона, они в основном говорят о том, что виноваты именно обороны. В том, что случилось. А в чем именно они обвиняют российское военное ведомство? Они обвиняют в том, что они поместили большое количество мобилизованных, не очень хорошо обученных и знающих о том, как нужно себя вести в такой ситуации в одно место. Причем это здание Буту находится как бы в центре Макеевки. И вокруг него нет вообще ничего. И большое количество людей просто везде в одно место и оставили. Власти Самарской области и других регионов по Волжье, откуда были родом погибшие и пропавшие без вести, пытаются как-то сгладить это недовольство, как-то смягчить его, что-то сделать? Ну, в Самарской области, когда это все случилось, власти организовали провластный митинг в нескольких городах. Туда не приглашали каких-то активистов или каких-то родственников мобилизованных. Те, кто знал, и кого мэрия разрешила, и кому прийти, они пришли. Но при этом не была объявлена траура, и некоторые родственники очень плохо к этому относятся, потому что они надеялись на какое-то почтение их родственникам. И не так давно была новость о том, что администрация собственно Самарской области собирается установить памятник. Непонятно, это памятник всем погибшим из области либо это только памятник Макеевским, я не знаю точно, но как бы они пытаются что-то сделать. Насколько это хорошо во всем родственнике, мы посмотрим по реакции позже. И последний вопрос. Вы, как я понимаю, будете продолжать эту работу и дальше? В чем вы, как журналист, видите для себя ее смысл? Почему важно устанавливать личности этих погибших и пропавших без вести солдат и называть их имена? С самого начала войны мы ведем подсчет всех погибших из наших регионов, у нас 15, и каждый день мы проверяем и записываем новые имена, и делаем это для того, чтобы зафиксировать количество людей, которые погибли в этой войне. Потому что ни одно российское государственное или какое-то другое близкое государство с ними занимается этим. А нам кажется важным оставить имена этих людей и зафиксировать их каким-то образом, ну и в том числе показать, что такое количество людей уже погибло на данный момент в этой войне. О работе по установлению реального числа погибших при украинском ударе по Макеевке 1 января 2023 года рассказывала журналистка издания «Идель Реали» Регина Хисамова. А в завершение подкаста «Время свободы» о новостях, не связанных с войной в Украине. В четверг ракета-носитель с кораблем «Старшип» компании «Спейс Икс» Илона Маска взорвалась через 4 минуты после запуска в США. Тем не менее, и сам Маск и эксперты говорят об успешном испытании. Почему? И почему Россия выпала из космической гонки между США и Китаем? Объясняет популяризатор космонавтики Александр Хохлов. Ракета-носитель с кораблем «Старшип» взорвалась через 4 минуты после запуска. Но, тем не менее, и сам Илон Маск, и вообще очень многие люди пишут об этом как об успехе. Почему? Потому что произошло почти полное, ну, или даже половина испытания первой ступени «Супер Хэви». Она стартовала, почти выполнила свою программу полета. То есть там получилось, что авария произошла перед моментом, когда должна была вторая ступень отстыковаться от первой, и первая должна была совершить маневр для того, чтобы приблизиться к Бока-Чика и приводниться в Месиканском заливе ближе к космодрому. То есть без посадки, без мягки, просто вот приводниться. То же самое, как и вторая ступень тоже должна была приводниться только в Тихом Арктиане, сделав почти полный взлеток вокруг Земли, около Гавайи. То есть выполнена часть программы. Я бы так сравнил, что то, что произошло вчера, это близко к испытаниям советской ракеты «Н-1». Там тоже были аварии первой ступени, но там были довольно-таки высокие запуски, которые приводили к взрывам. То есть Илон Маск, он догнал Сергея Павловича Королева с его «Н-1» с этой ракетой. То есть это натурное испытание, часть которой было выполнено. Да, то есть хотелось бы, чтобы дальше улетело, чтобы вторая ступень атаковалась, было бы больше данных. Но даже те данные, которые получены сейчас с этим испытанием, это тоже большой прогресс, по-своему, такого еще не было. Летала только вторая ступень, были такие прыжки, так называемые, полеты невысоко на несколько метров или с взрывами, без. А здесь впервые полетела первая ступень «Суперхэви», как ты уже говорил, и это очень значимо. В чем основные проблемы этой ракеты-носители называют? Следующие вещи. Это стартовая площадка, стартовый стол, это сложная система отделения ступеней, это огромное количество двигателей, не все из которых, как я понимаю, вчера активировались и заработали. Может быть, что-то еще вы можете добавить? Верно, да. То есть там на съемках видно, что стартовый стол пострадал, не критично, но все равно там были разрушения, и бетон летал. И действительно, как и у ракеты «Н-1» Королева, то же самое часть двигателей выключилась. Там некоторые выключились сразу, не заработали, некоторые в процессе полета отключались, это было видно на кадрах. Но, с одной стороны, мы увидели, что система управления, она справилась, да, и несимметрично работали двигатели, и все равно она летела, все равно она не в самом начале, как бы, начала вращаться неконтролируемо, это произошло уже выше. Вот. Ну, то есть, эта проблема есть. С одной стороны, мы видим, что система управления справляется, с другой стороны, проблемы с двигателями мы видим, да, что вот это тоже было плохо. Но это основные проблемы, потому что большую часть информации мы узнаем позже после анализа спейс-лис, поскольку-то их сообщение было довольно-таки коротким, где они указали, что, конечно, некоторые проблемы были. Они ввели систему самоуничтожения и корабля, ну, второй степени и первой степени, чтобы они как в сторону не ушли. Вот. Но, в принципе, то есть, надо ждать более четких отчетов, а так, да, все верно, общие проблемы понятны. С этой сверхтяжелой ракетой связывают возможность новых миссий на Марс и, в первую очередь, на Луну, и сроки этих миссий, которые заявлены, довольно небольшие, там, несколько лет. Действительно ли можно за несколько лет вот эту ракету довести до состояния, когда она сможет в такой миссии участвовать? Или это, на ваш взгляд, нереалистичные сроки? Мы можем вспомнить, что SpaceX степенифицировали для пилотируемых полетов многоразовую ракету Falcon 9 и, соответственно, корабли «Ксу-Дрегон». Там тоже у них был двиг, то есть, они не уложились в первоначальный план, который НАСА давал по контракту, SpaceX сдвинулись, но при этом они сильно обогнали корпорацию «Боинг». Вот сейчас старлайнер «Боинг» еще не летает с людьми, да, а SpaceX уже штатно доставляет на «Ксу-Дрегонах» людей на МКС. И то же самое, мы видели, как долго корпорация «Боинг» делала ракеты СЛС, долго испытывала, очень много времени ушло, больше десятилетия на СЛС ушло. И сравнивая, вот, плачевая корабли и ракеты, мы можем предположить, что все-таки SpaceX со своим подходом более скоро справится, быстрее все это сделает. Конечно, вероятно, что к 2025 году они не успеют вот так все отработать, чтобы уже на Луну людей доставлять в экспедиции «Артемида-3». Но, я думаю, там и другие проблемы есть технического характера, и скафандры там очень готовы. Но я думаю, что вот где-то после 2025 года, там, 26-й, уже будут полноценные полеты. И сертификацию SpaceX начнет с запусков, например, Starlink 2-й версии. То есть первые Starship'ы будут без людей, а вот будут сначала запускать спутники, чтобы статистику набрать. Затем по контракту с НАСА должна быть беспилотная посадка Starship'а лунной версии на поверхность Луны. И только после этого уже прилетят на Луну люди с использованием Starship'а. То есть не от Земли до Луны, а там сначала на Орионе, а потом уже около Луны на Starship'ы пересаживаться. В принципе, это возможно, учитывая те примеры, которые мы видели у SpaceX'а ранее с Falcon 9, с многоразовым и с Threadragon'ом. Имеют ли вообще, на ваш взгляд, смысл такие мегаломанские, что называется, проекты? Вот если ракета, то огромная. Не проще ли сделать много проверенных, надежных, функциональных, уже летающих ракет, кораблей, таких же, как тот же Space Dragon? Тут напрашивается аналогия, например, с авиастроением, где гигантские А-380 довольно недолго просуществовали, сейчас они сходят на нет, а авиакомпании выбирают попроще, полегче, менее вместительные самолеты. В космосе как-то по-другому обстоит дело? Нужна именно такая огромная ракета? Действительно, в космосе все по-другому, поскольку для того, чтобы отправиться к Луне или к Марсу, нужно достаточно много топлива. То есть пока мы еще сажаты химическими двигателями, и, соответственно, даже полет к Луне, а тем более к Марсу, потребует дозаправку. То есть Старшип будет вылетать на околоземную орбиту, на опорную, к нему будут лететь танкеры, тоже Старшипы с топливом, и будут его заправлять, потому что он потратит то топливо, чтобы выйти вот на эту опорную орбиту. То есть там все равно потребуют стыковки, и вот даже для полета к Луне Старшипу потребует дозаправка на орбите. Настолько нужно много топлива. Тем более, что нужно ввести топливо на возвращение. И, соответственно, именно для этого нужны сверхтяжелые ракеты. Конечно, можно там пытаться, как у России, да, есть альтернативный план, многопусковой, с ракетами Ангара А5, чтобы отправить аппарат к Луне или на Луну. То есть стартует несколько ракет, заводит аппараты, происходит стыковка раздонных блоков, вот, и это не как к Луне. Это очень сложно, накладывает целый ряд ограничений. Вот эти процессы стыковки, там есть временные ограничения на подготовку ракет, стартов столов и так далее. Поэтому, вот, начиная с программы Луны, еще Советского Союза, США, шла речь о сверхтяжелых ракетах, чтобы как можно больше массы вывести на орбиту, чтобы отправить на другим планетам. Поэтому в Советском Союзе Н-1 создавали, а потом ракета-энергия, а США Сатурн-5, а потом СССР и, соответственно, уже Старшив. То есть это вот требуется доставить достаточно большое количество, в первую очередь, топлива на орбиту, ну и сам большой космический аппарат, особенно если нужны еще какие-то посадочные модули на поверхности другой планеты. То есть тут нужны сверхтяжелые ракеты. Вообще, если уж вспоминать советские времена и времена Холодной войны, тогда была космическая гонка, кто первый полетит на Луну, кто первый пошлет человека в космос. Есть какие-то свидетельства того, что такая гонка может возобновиться и сейчас? Есть ли у России возможности тоже реалистично планировать такие миссии, как, например, полет человека на Луну новый или тем более на Марс? Сейчас есть условная гонка между Америкой, США и Китаем. Причем эту гонку обычно озвучивает именно руководство США, например, руководитель НАСА, просто для того, чтобы обосновать те затраты, которые требуются на бюджет. Я думаю, это так специально делается, когда законодателям в Конгрессе говорят, что вот видите, у нас космическая гонка с Китаем, дайте нам еще денег. Нам надо сделать эти ракеты. СЛС, они очень дорогие. Вот. Корабли ориентированные дорогие, ну и старши тоже требуют деньги на разработку. Поэтому мы постоянно слышим в словах руководства НАСА про космическую гонку. Но я это воспринимаю как именно обоснование повышения бюджета платежной программы «Лунную» в первую очередь. С Россией все сложнее, поскольку примерно два года назад был заморожен проект «Енисей», это сверхтяжелая ракета. И буквально 12 апреля новый руководитель «Енисей» Юрий Борисов подсказал, что мы очень многое проспали. Илону Гонку мы проспали, он так так сказал. И, соответственно, планирует в следующем году возобновить проект «Енисей» и «Енисей» и «Енисей» и «Енисей» Но было потрачено очень много времени, поскольку 2018 года шло эскизное проектирование «Енисей» и «Енисей» а потом проект был заморожен. То есть потратили несколько лет. Сейчас опять его разморозят, опять будет эскизное проектирование, опять еще такой первый этап. Если мы вспомним, как долго сделали СЛС, а тем более даже «Старшип» — это несколько лет уже прошло, как его делают. А с нашими обстоятельствами я бы не сказал, что Россия участвует в какой-то гонке. Это гонка между США и Китаем. О первом запуске ракеты-носителя с космическим кораблем «Старшип» говорил популяризатор космонавтики Александр Хохлов. На этом мы завершаем выпуск подкаста «Время свободы» за пятницу, 21 апреля. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов. А также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.org. Всего вам доброго.